Приветики, вы на канале Дистракт, с вами Дима. По весьма очевидным причинам, очень часто Сашку считают просто рафлопушкой. Нулевая эргономика, огромная отдача, да и вообще это весло. Но благодаря тому, что большая часть людей именно такого мнения, у нас есть окошечко для её реализации, которым мы и воспользуемся. Рассмотрим варианты сборок оружия на разных уровнях торговцев. Но перед этим, предлагаю тебе зайти на Дискорд канал, где ты найдёшь себе друзей. И подписаться на ютюбчик. Патроны. Вполне детально я их разобрал ещё в прошлом ролике, потому давайте вкратце. Использовать можно М80, М62 и М61. М80 самый дешёвый и доступный, и ты будешь бегать с ним чаще всего. Продается у третьего миротворца 3 бакса за штуку. М62 чутка лучше, но при этом стоит 12 баксов за штуку и открываются после квеста. М61 пробивает всё, что можно, но при этом открываются только после квеста и продаются только на короне миротворца. 21 доллар за штуку. На этом с патронами закончили. Давайте перейдём к этой прекрасной пушке. СА-58. Прямым очевидным конкурентом данной пушки является Скар. И на него ссылаться я буду частенько. Говоря про Сашку, стоит отметить её скорострельность. 700 выстрелов в минуту, у того же Скара 600. Говоря о доступности 58, её можно купить на барахолке. Покупка 100% пушки обойдётся нам чаще всего в 70 тысяч. Но я любитель испытывать удачу, поэтому беру оружие чаще всего по состоянию не ниже 60%. А это обычно цена 30-50 тысяч. А тот же Скар открывается только уже на короне механика и короне миротворца. Где в свою очередь стоит выше 150 тысяч. Также преимуществом Сашки можно назвать возможность установки 50 патронника. Использование которого автоматически понижает стоимость твоего схрона и наполняет штаны твоих противников. Особенно если Сашка не глушённая. А ещё как бы странно не казалось, но она весьма точная. 0.8 Моа. Основные её особенности разобрал. И перед тем как начать её собирать, предлагаю тебе заглянуть на мой бусте. Где за минимальную подписку в 10 рублей ты найдёшь таблицу с серверами для фарма. Где расписано время, когда людей там меньше. А ещё ряд сборок разного оружия, который я регулярно обновляю. И вот что касается сборочек, давайте начнём. Перед началом сборки оружия для первого и второго уровня лояльности, необходимо сделать несколько действий. У нас нет доступа к рифлёной крышке и планке под тактическую рукоять. Так что ищем Сашку, на которых они есть. Чаще всего их цена где-то в районе 80 тысяч. С данного экземпляра нам не понадобится цевьё и ствол, однако сохраняйте планки. При покупке данной Сашки нам достался топовый приклад БРС и топовая пистолетная рукоятка. Устанавливаем длинный ствол. Цевьё, КСВ, ФАЛ. На него АФГшную рукоятку, 4-дюймовую направляющую и ТБЛ-ку. Что касается дульника. Из вариантов, конечно, можно установить А3 адаптер, если у вас получится купить драгон на барахолке. Более очевидно простой вариант, это установить дульник 30СБ, а на него ультра 5. Не забудь про магазин на 50 патронов. Прицел можете использовать любой из тех, которые у вас есть. Однако, если вы готовы учиться заново стрелять, установите боковой прицел. Это сгладит проблемы с эргономикой и вы будете целиться быстрее. Однако, при ведении огня нужно будет целиться не по мушке, а по ободку коллиматора. Итого у нас 0 эргономики и 91 вертикальная дача. При отсутствии торговцев цена наверняка перешагнет отметку в 200 тысяч. На втором уровне торговцев добавить тут особо нечего. В теории, за бесплатно можно получить рвг-рукоятку, сняв ее с бартера на взломщик, что у второго механика. И у него же можно дешевле получить боковые прицелы, сняв их с бартера на пистолеты. Глок-17, Глок-17 Гадюка и Глок-17 ТАК-2. Так мы сэкономим 1030. А вот уже на третьем уровне торговцу появляется опционал. Во-первых, появляется рифленая крышка, которую теперь не нужно цыганить. На которую можно установить голограф с того же взломщика. Тактическую рукоятку заменить можно на РК-1. Также, вместо ультра-5 установить QDC. Тем самым, наша отдача упала до 78, а цена снизилась до 190 тысяч. С вилкой до 230, в зависимости от состояния оружия. С голографа, конечно, попадать куда комфортней. Не нужно учиться целиться заново. Но скорость вхождения в прицел в голографе и в боковом прицеле – это две разные истории. На четвертом уровне торговцев у нас появляются еще возможности. Устанавливаем замок, на него трубку АРА и ПРС. Тактическую рукоятку заменяем на РК-2. Итого у нас 72 отдачи. Если установите кроссхейр, то будет 68, однако на барахолке он стоит 35 тысяч. А открыть его можно после выполнения квеста «Сотрудник террогрупп». С использованием трубки АРА суммарная цена сборки не превышает 250 тысяч. Можем попытаться собрать данное оружие на эргономику. Заменяем приклад на моемский с нашлепкой, пистолетную рукоятку AG-FAL, тактическую SE-5. А наш глушитель заменяем на А3-адаптер. Также заменяем 50-патроник на 30-ник. Итого у нас 35 эргономики на 84 отдачи. Насколько это играбельно, узнаем чуть позже. А цена такой сборки от 150 до 180 тысяч, в зависимости от состояния оружия. Можно упороться и собрать данное оружие иначе. Убрать текущее цевьё, установить короткий ствол, прикрепить цевьё фас, направляющую SE-5 и А3-адаптер. И даже с установленным 50-ником мы получаем запредельное 48 эргономики на 107 отдачи. Цена сборки от 165 до 200. Насколько играбельны все эти сборки, узнаем из следующих тестов. Будем вести огонь с расстояния в 20 метров. Первая на очереди сборка, собирающаяся на первом или втором уровне торговцев. Теперь та, что собирается на третьем уровне. Сразу отмечу, что разницы между ними нет. Четвёртый уровень торговцев – эргономичная версия. Версия на минимальную отдачу. И Сашка с коротким стволом. Также для наглядности используем SCAR на минимальную отдачу. Если говорить на чистоту, тут происходит полнейший рандом. Сборки первого, второго и третьего уровня торговцев, а также эргономичная версия четвёртого, стреляют по сути одинаково. И только у Сашки на минимальную отдачу разброс не такой большой. 58-я на коротком стволе, на удивление, ведёт себя не так плохо, как я ожидал. Разлёт пуль ненамного хуже, чем у предшественников. И основная проблема – это в большей части вспышки. Так как ствол очень близко к экрану, они закрывают всю видимость. Со SCAR мало что понятно. Кучность достаточно высокая, но и магазин как бы в 2,5 раза меньше. Пора подводить итоги. Сашка всегда была спорным оружием. И остаётся спорным до сих пор. Я не могу сказать, что это мета, имба, оружие для каждого. Но это очень большая пушка, Которая бьёт больно, пускай и не всегда метка. Если вы мета-червь, это оружие не для вас. Но если вы СБ у мужчины, добро пожаловать. Ещё подмечу, что большинство сборок даже не пресекает рубеж в 200 тысяч. В то время, когда лишь одна основа на SCAR уже стоит 170. На этом я заканчиваю свой краткий, крутой, мужественный монолог. И говорю тебе пока. Увидимся в следующем ролике. Заходи ко мне почаще. Удачи! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok